Приветствую вас в очередном видео уроке, на связи это Ефименко Владимир и в этом видео уроке с вами будем срезать картинку на несколько равных частей делается это очень просто для начала открываем фотографию, выбираем инструмент раскройка, находится он вместе с инструментом рамка, чтобы быстро его можно было найти и у всей этой группы клавиша горячая это C так, теперь нам нужно правой клавишей щелкнуть по нашему полю то есть по нашему изображению и выбрать пункт разделить фрагмент здесь у нас есть две настройки, это разделить по горизонтали и разделить по вертикали то есть сейчас у вас должно быть вот так то есть по горизонтали мы делим, выбираем здесь равные интервалы то есть к примеру 7 то есть видите сразу появляется у нас разделение на 7 равных кусочков то есть если мы поставим 10, тут будет уже 10 кусочков можно также разделить по пикселям То есть, к примеру, поставить 50 пикселей, и наша фотография делится ровно по 50 пикселей, и в конце уже остается то, что осталось. В данном случае давайте разделим на 7 равных кусочков, и по вертикали тоже разделим на 7 равных кусков. То есть, вот получилась у нас разметка, то есть, вот таким образом у нас будет разрезаться наше изображение. Нажимаем ОК. Так, следующий пункт, у нас очень часто бывает проблема с именем фрагментов. То есть, вот здесь вот, если поставим имя, бывает, что какие-то фрагменты у нас переименовываются по-другому. То есть, если у вас уже до этого что-то стояло, то нужно здесь все убирать. Нажимаем ОК. Теперь нам осталось сохранить файл для веб, то есть, выбираем здесь пункт вот этот вот в пункте файл, или нажимаем кратичное сочетание Clash, Alt, Shift, Ctrl, S. Здесь нам нужно сохранить изображение, ну давайте сохраним его в JPEG, и поставим качество 100%. Нажимаем Сохранить, выбираем папку, куда будем сохранять, в данном случае у меня это, пускай будет новая папка, нажимаем Сохранить. И теперь пошло сохранение изображения. В данном случае у меня идет обрезание вот этих картинок и сохранение их как отдельных файлов. Все, сохранение произошло. Теперь заходим в эту новую папку, видим, что здесь уже есть папка Matches. Заходим в нее и видим, что здесь уже наше изображение разделено на равные кусочки, то есть, каждый кусочек мы можем использовать по отдельности. Также нужно заметить, что у каждого кусочка появилась такая вот приписка 0, 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Здесь, в данном случае, играет большую роль название файла. То есть, не путайтесь, разрезайте свои фотографии, очень часто это используется сейчас в ВКонтакте, поэтому, если будут вопросы, задавайте их. А на этом я свой видеоурок заканчиваю. На связи был Трофименко Владимир, сайт psdmaster.ru и до встречи в новых видеоуроках. Продолжение следует...